Мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. То, что сделали вместе Степенсонт, Форд и Боинг. Принципиально новая транспортная отрасль нужна всем. Человечеству, каждой стране, каждому городу, каждой семье и каждому человеку. На разработку транспортной инновации Rail SkyWay потребовалось 36 лет и более 7 миллиардов рублей. Чтобы начать продавать эту технологию, необходимо построить тестовые участки, на которых она будет сертифицирована и показана заказчикам со всего мира. Для этого нам необходимо в ближайшие 3 года инвестировать средства, с измеримой, с уже вложенной. После этого мы обгоним всех и навсегда мировой транспортной ниши, емкость которой превышает бюджет России в несколько раз. И займем не менее 50% этого рынка. Подобное уже удавалось в истории. На первой войне империи рушится. Распался Советский Союз. Но его инфраструктура, в первую очередь транспортная, осталась, как живет и работает в Транссибирском магистрале, построенный век назад, пройдя через революцию гражданскую и мировые войны. Построенные построенным технологиями небесной дороги SkyWay также будут работать на благо людям столетия, нося доход тем, кто рискнул и пришел в свое время инвесторам в эту инновационную технологию. По сертификации проект придет из разряда инновации в разряд инвестиционных проектов. Далее технология придет в адресные транспортные проекты, реализованные на всех континентах планеты. И километрами или метрами этих дорог, в зависимости от объема вложений в технологию, будет владеть каждый конкретный инвестор. А его инфраструктурная собственность и дивиденды от нее перейдут затем по наследству потомкам. Недорогие, безопасные, эффективно дороги необходимы не чиновникам и государству, а простым людям, тем, кто и платит за проезд по этим дорогам из своего кошелька. Кошелька как пользователя, так и налогоплательщика. То есть это нужно только нам с вами. Поэтому и начато народное акционирование инноваций по британскому праву на выгодных для инвестора условиях. Акции нашей компании будут переформляться на новых инвесторов с большим дисконтом. То, что через несколько лет будет стоить миллионы, сегодня можно приобрести за несколько тысяч рублей. начнем вместе строить наше достойное будущее. Комфортное, безопасное, экологически чистое, с высоким уровнем жизни. Будущее, которое не стыдно будет передать по наследству детям и внукам. Ну, давайте, друзья. Сегодня у нас 4 июля. Ровно это экофеста, 74 дня до инотранса. Мы вебинара с Алексеем были в дорогах, на переговорах. Сейчас мы об этом расскажем. Тут не то, что приносим свои извинения, а текущая работа. И это характеризует сейчас переход на новый этап Skyway. И за это время произошло очень много событий. Мы о развитии этих событий будем вам о них рассказывать. И сегодня основное мы с вами должны понимать, что до нашей встречи, до основного отчета генерального конструктора, юнитского автора проекта, который сегодня в одну, скажем, такую многонациональную команду, которая сегодня там сотни, сотни тысяч акционеров, миллионы интересующихся этим проектом. Серьезное сообщество, которое верит в технологию инженера юнитского Skyway, оттребовано и нужно человечеством. О том, что мы на этом сегодня сделаем серьезнейше, будет приносить каждому из нас серьезные доходы и дивиденды. И это у нас, друзья, сообщество Skyway, которое уже реализовало и за 4, можно говорить, что мы с вами собрались в сообщество, инвестировали в огромное количество по краудинвестингу, инвестиций для того, чтобы создать технологию. И мы с августа, то есть ровно через месяц, увидим плоды своего труда. Мы тоже это с вами... Можно четко говорить, что технология создана, что готова объединенная сертификация сегодня в Беларуси и России, сегодня готовится сертификация по... И сегодня уже на старте и в запуске десятки и десятки адресных проектов, которого будем являться и мы, как краудинвестинговый и венчурный фонд, и будут другие наши партнеры запускать адресные проекты по всему миру. И это как раз капитализация той интеллектуальной собственности, которая заложена в технологию, тех венчурных инвестиций, которые мы с вами сделали за эти 4,5 года, оправдание тех надежд, которые мы возложили на инженера Юницкого и которые... Того, чтобы эти инвестиции, эти надежды стали приносить... Все для того, чтобы это двигалось... ...что можно включиться с телефона, тогда комната будет идти... Ну что, друзья, будем пробовать, чтобы все-таки с видео шла, тогда мне придется... Это самое... Давайте тогда... Буквально еще сейчас минуту перерыв... Так сказать... Или звук сейчас нормально идет? Андрей, как... Переключаться или не переключаться? Нет, не отключайтесь... Ну все, давайте тогда... Друзья, сразу приношу еще раз извинения смотреть сейчас... Если звук в комнате есть, то в Перископе запись идет... Выложена во всех чатах, во всех сетях... В ВКонтакте запись идет... Поэтому... Мирополис сегодня... Мирополис сегодня... Тупит... Но так как другие ресурсы сейчас включены... То... Будет возможность... Будет возможность там все... Посмотреть... И еще раз увидеть... Тем более, что... И... Трансляция, в общем-то, основных событий сейчас идет... Поэтому, друзья... И вы... Много нам задают вопросов... И очень созданы большие ожидания по тому... Какие идут направления у нас в Саудовской Аравии... В Арабских Эмиратах... В Арабском, в общем, мире... Что все эти события... И все это может освещать только... Юницкий, как непосредственно... И что он посчитает нужным... Когда посчитает нужным... Он информацию эту доведет... Потому что... Надо понимать, что это построение бизнес-процесса... Это... Во-первых, восток, во-вторых, деньги... Поэтому... Давайте будем относиться к этому... Очень с большим пониманием... И тех событий, которые будут до нас доведены... Соответственно, друзья... Могу со своей стороны... Там действительно очень серьезные события происходят... В каком и в каком качестве... Они покажут только время... А мы со своей стороны... И с Алексеем... И вообще наша команда... Мы будем освещать и показывать вам... Те адресные проекты, которые мы сейчас прорабатываем... На старте... Для запуска которых... Сегодня уже все готово... И мы... Как перед... Отчет перед вами... Сегодня вот... Расскажем о... Как минимум... Трех... Готовы к запуску... Которые сегодня готовы стартовать... И капитализировать... Уже ту технологию... Сегодня создали... Четвертого августа... Друзья... Я сам с нетерпением... Жду... Этого события... Абсолютно новые образцы... Путевой структуры... Подвижного состава... Показывалось... И не комментировалось... До запуска... Мы покажем... Принципиально новые... Сегодня... Подвижной состав... И Юницкий... Как раз создал сегодня... Уникальнейшие машины... И с точки зрения... То есть... Создана новая машина... Которая... Скажем так... Нового поколения... И созданы новые траков... Мы с вами... Тоже все это... Увидим... И легкая система... Уже супер легкая... Система... Толщиной... Я не знаю... Там... Этот пульт может быть... Чуть толще... Который выполняет... Те же функции... Перед трассой... Которая сегодня... Уже является... Полу легкой... Или там... И... По которому движется... Юнибайк... Юнибус... 14 мест... Уже проведены испытания... И Юникара... Который также... Готов... Передвигаться... По этой путевому... Друзья... Это... То развитие технологии... Которые мы с вами... За которые мы инвестировали... То куда мы вас призывали... И рассказывали о том... Что это действительно... Вы... И... Перспективные инвестиции... Мы с вами это увидим... Все своими глазами... И увидим... Сегодня... И... Выполняют роль... Летающих кранов... И... Роботов... Которые строят... Труднодоск... Анкерные... Промежуточные опоры... И... Легких дронов... Прототипов... Которые сегодня... Улетая... Кверху... Ногами... Вниз... Пропеллером... Так сказать... По траве... Соответственно... Летные качества... Все это, друзья... Уже создано... И все это мы с вами увидим... С вами... В летающих дронах... В действии нам... Никто не покажет... Потому что это все-таки... Друзья... Экофест... И... С точки зрения... Безопасности... Помните... Что в прошлом... Движение машины... Это была большая проблема... Сегодня... Мы все это в движении... Увидим... Будет практически... Прокатиться... На юнибайках... Юнибусах... Юникарах... Тоже целая система... В этом направлении работает... Но и... Увидеть уже... Образцы... Также... Дронов... Увидите... Можете... Также... И... Грузовые... Выступление... Самого генерального конструктора... И автора проекта... Все это мы с вами... Друзья... Свидетелями... И сразу понимать... Что... Экофест... А следом... Это... Старт следующего этапа... Это... Переход на... Новый уже... Это... Будет продемонстрировано... Уже... И... Скоростной модуль... Который... Будет выходить... На скорости... 500-600 км в час... Вилка... Потому что... Расчетные... Характеристики... Показывают... Что... Эта машина... 500 км в час... А в нее... Заложены... Все характеристики... Чтобы... Перейти... И на... В час... Хотя... Все... Друзья... Покажут... Только... Ходовые... Испытания... Поэтому... 500 км в час... Скорость... Ну... Естественно... При... Испытаниях... Будут... Выводиться... На максимальные режимы... Но... Не менее... 21... Километра... И... Тоже... В ближайшее время... Будет... Объявлено... Эта трасса... На мой взгляд... Было бы... Интересно... В Белоруссии... Трасса... Потому что... Насколько я знаю... Там... Вопрос... По выделению земли... В этом этапе... И... В арабском мире... Так же... Движется... И уже на... Финиш... По землеотводу... Под скоростную трассу... Вот... Поэтому... Друзья... Это... Следующая... Объявлена... На Экофесте... Либо сразу... После Экофеста... Это уже... Друзья... Переход... На следующий... Скайвэй год... И поэтому... Если... На прошлом... И на трансе... Шестнадцатажные... Юнибайки... Юнибусы... Которые до этого... Мы с вами видели... На Экофесте... В период... До следующего... Инотранса... Были проведены... Испытания... Была проведена... Сегодня... Сертификация... Ведется... По всему миру... И... Патент... Сегодня... По всему миру... Точно так же... Сегодня... На инотрансе... 18... Шестиместная... Скоростная... Машина... Которая будет развивать... Скорость... Метра в час... И за следующее время... До следующего... Инотранса... Будут проведены... Ее ходовые... Испытания... И начнется реализация... Адресных проектов... Тоже... Друзья... Сразу нельзя... Не... Дискуссия... Дискуссия... Которая... В наших... Сетях... И в нашем... Почему... Машина... Не 20-ти местная... Не 100-ти местная... Не 500-ти местная... Здесь... Друзья... Могу сказать... Что... Это... Принципиально... Концепт... Скайвея... Потому что... Основная... Куда идет сегодня... Ниша... Скайвея... Это все-таки... Автомобиль... Это электром... Второго уровня... Потому что... Это самая массовая... Отрасль транспорта... Это... Отрасль... Которая перевозит... Самое большое количество пассажиров... И это то... Где самая большая... Именно в транспорте... Это и безопасность... Это... Полтора миллиона... Погибших людей... Это... Которые там... Больше 10 миллионов в год... Это... И... Экология... То есть... Безумное количество... Выбрасывают автомобили... И это то... Что сегодня... Является... Основной проблемой... Пробки... В городах... Это и доступность... Сегодня... И загрязнение... Уже... Проблема... Так вот... Сегодня... И контейнеры... Которые сегодня... Контейнеровозы... Которые сегодня... Вместе с автомобилями... Общего пользования... То есть... Массового... Семейного... Поэтому... Семейного... Автомобиля... Это... Именно... Ниша... Автомобилей... Именно... Симпорт... В свое время... Победил... Железную дорогу... Который стал... Самым... Массовым... Потому что... Он дал... Концепцию... Семейного... Автомобиля... То есть... Когда... Семья может перемещаться... И... Таким образом... И расширил... Ореол... Расселения... То есть... Мегаполисы... И... Самое главное... Сделал... Совсем... Другими... Мегаполисами... И... Форда... Человека... Который запустил... Массовое производство... Автомобилей... И... Перевернул... Логическую страницу... Она начала... В начале 20-го века... Писаться... Абсолютно... И... Сегодня... То же самое происходит... И здесь... Друзья... Кто-то это понимает... Кто-то не понимает... Друзья... Что... Именно... Семейный... Юнилёт... Именно... Скоростной... Который сегодня... Продемонстрирован... Это... Концепт... Основного... Транспорта... 21-го века... И... Тот... Массовый... Транспорт... Когда надо было... В одном месте... Потом... Переехать... Там... Ста... Или... Двумстан... Пассажирам... Друзья... Подходит в прошлое... Сегодня... Основной этап... Это... Семейный... Перевоз... Семейный... В этом плане... Мы говорим... Что... Та... Та... Темиология, которая сегодня... Демонстрируется... Скай... Абсолютная свобода... Это то... Что... Каждый человек... Из своего... Места... На своём... Юнебайт... В любую точку... Мира... Это следующая сеть развития... Сегодня... Есть... Юнебайт... Который... Делает человека... Свободным... В ореоле... В ореоле... В пределах часа... Полутора... Перемещения... Со скоростью... Унебайт... На скоростной юнибус, или как мы его любим называть, юнилет. Это уже со 100 метров в час ореол, 1000-2000 км в час. Это 100 свободы человека, чтобы можно перемещаться. И для этого не надо покупать билеты и ждать расписание, как сегодня на самолете. Именно демонстрируется первый самый массовый вариант, это вариант юнилета. И поэтому, друзья, все дискуссии на этот предмет, они беспочвены. Со временем, друзья, и 100 местные, и 200 местные, если хотите, и 500 местные. Друзья, это неважно и неправильно. Потому что, если надо ехать одновременно, то они все равно будут сидеть в персональных машинах и дальше в электронной сцетке могут быть бесконечны. Поэтому, друзья, здесь транснет и скайвей дают свободу, когда в любое время, когда вы хотите, пересев из своего юнибуса, юнибусе, юнилете перемещаться в любую точку мира. И если кто-то считает, что эта концепция ошибочная, как некоторые пишут, ну, скажем так, как их юницкие названия, то это, друзья, большая ошибка. Еще раз говорю, все развитие транспорта, что только семейный, только индивидуальный автомобиль, а в данном машине, которая сегодня позволяет решать эти проблемы. И так как она абсолютно чистая, то есть она работает на возобновляемых источниках, то это, друзья, новая веха. И мы должны то же самое повторять, что скайвей и транспортная система транспорта, она сегодня решает все недостатки, которые есть, не обладатком, которые есть во всех сегодня транспортных системах. Наверное, можно сказать, за исключением того, что он сегодня не массовый и не построены миллионы километров. Молодость – тот недостаток, который, к сожалению, проходит с точки зрения молодости, потом в мудрости старость. Точно так же, друзья, и миллионы километров – это не загородно. Мы стартуем уже с адресными проектами. И здесь я сейчас начну, наверное, и дальше продолжат, а я потом могу поотвечать на вопросы, пока в скайпе пишите, ну, не в скайпе, в чайпе за это время. Друзья, мы с Алексеем буквально неделю назад были в очень уникальном месте Сен-Бернальдина. Это 8 лета, это начало, это такие первые Альпы, город, так сказать, красивейший воздух, уникальнейшая природа, уникальнейшие люди. Это кантон, в котором живет всего 150 человек. Там решения все принимаются только коллегиально. Мы встречались просто с великолепнейшими друзьями, это доброжелательные люди и мэр города. Вот Алексей поставил фотографию из Лихенштейна, это юридическое сопровождение, которое делает. И, видите, сидит дальнейший человек, это президент кантона, это человек, который там является неоспоримым авторитетом. После нашей встречи, нашей договоренности о запуске первого адресного проекта, сейчас уже намечены поэтапные развития, то есть, которые и президент кантона, друзья, вы даже не представляете, насколько мы с вами поженились со Скайвеем, и мы все развитие нашего кантона и всей Швейцарии не видим без Скайвея. Поэтому перспективы первого проекта, это сначала первые 3 километра, потом 15 километров, потом 100, а потом 1000 километров. И это, друзья, перспективнейшее направление, которое мы как инвестиционный, венчурный, скажем так, будем запускать, делать. И об этом в каждом шаге нашего развития проекта мы будем знать, что у нас получается, что у нас не получается, какие проблемы есть. Это проект, в котором каждый из вас, если захочет, может принять участие. Почему, друзья, интересную перспективу? Прежде всего, друзья, это центр Европы, это самый центр Европы. Половина миллиона туристов, которые проезжают горы Альпы. Это горы Альпы, это 80 километров до Милана. И сами это европейские инвесторы, это европейское законодательство, но с точки зрения оформления через Либхенштейн, из разных соображений, хотя это не член Евросоюза, а Либхенштейн, это европейское законодательство, это интереснейшая сейчас страна, которая дает полностью открытое законодательство для именно венчурных инвестиционных фондов с точки зрения технологии кокенизации. Они сегодня прописали все законодательство, которое позволяет сегодня инвестировать и крипто-сообществу входить в такого рода инфраструктурные. Сегодня, друзья, в нашей составляющей, когда мы говорили, что мы подводим сегодня крипто-направление адресных проектов, потому что сегодня у нас несколько происходит разделение, что платформу и выпуск блокчейна именно со стороны Skyway будет готовить и наши арабские и индийские партнеры, а мы сосредотачиваемся именно на инвестициях и на запуске адресных проектов, привлечения крипто-сообществ в конкретные, исходя из этого построения сети Transnet. На этот предмет, конечно, мы готовим очень серьезный, в него входят и взаимоотношения с инициаторами адресного проекта, это и наши партнеры из Швейцарии и из Венгрии. С властями, то есть это и власти Кантона, и мэрия, и президент, который сегодня является общим, скажем, таким партнером. Это и конструкторское бюро, которое выступает именно уже исполнителем с точки зрения поставки. Друзья, это общий коллективный проект, и только когда есть общий консенсус, когда в заседании могут двигаться такие проекты. Трудно сейчас сказать, друзья, как мы и до этого говорили, как он, то есть это будет проект, как мы уже говорили, Сен-Берна-Мина, где, нет, Бернард, интереснейшее место, и это целый запуск новой отрасли туризма. И это и сейчас у нас проработаны с нашими партнерами из Латинской Америки, там, где соли, а это стратегическое сегодня сырье. Это и работы в Гвинеи, и в Эмиратах, и в Индии. И еще, друзья, мы много говорили, почему сегодня мы не акцентируем конкретный проект. Друзья, это бизнес-процесс, и зачастую даже сама декларация проекта начинает ему мешать. Поэтому какие-то проекты будут абсолютно закрыты с точки зрения. Какие-то проекты, такие как Сен-Берна-Мира и там политьевой соли, мы будем каждый шаг показывать, но, друзья, повторяя постоянно, что это рисковые проекты, и эти проекты на каждой стадии, по каким-либо причинам, потому что каждый такой проект, который идет, он уникален, он первый. И, соответственно, друзья, мы сейчас сложную комбинацию выстраиваем по проекту в Швейцарии. Это с инновационного транспорта Skyway, который сегодня может работать в условиях и запуск нового фитнес-направления, то есть велосипеда, горного велосипеда. Когда вы можете, перемещаясь на скорость 50-70 км в час, вращая педали, дышать, глядеть на все эти красоты, причем круглогодично, в любое время суток. То есть мы считаем, что это будет очень модное в ближайшее время направление для всей Европы. И тревел, то есть туристическое направление, когда можно будет семейными перемещать. И, друзья, сегодня то, что связано с блоком новой законодательства Ликеншрейна, она только сейчас формируется, и законы только сейчас приняты. И наполнять уставной капитал компании уже с помощью токенов. И производить сегодня счета в банках уже сегодня, и в фиатных деньгах, и в... Это, друзья, абсолютно новое то, что сегодня идет. Ни в одной юрисдикции мира пока этого не совместно. Друзья, организация проекта, то есть с помощью финансирования через... Друзья, абсолютно новая вещь. И мы ставим перед собой задачу увязать все эти направления. С небольших таких проектов, как Сен-Бер-Доннира. Бер-Доннира, учусь еще выговаривать, я очень люблю это место, но очень плохо с иностранным языком. С иностранные литиевые месторождения, это и проекты в Гвинеи, и еще очень-очень много. Стартовать именно по этой логике. И мы, как именно команда скайвейкировать эти проекты, будем организовать инвестирование в эти проекты, будем проводить запуск именно с точки зрения организационной привлечения инвестиций, ну а дальше уже реализация строя. Это, как говорится, естественное развитие тех процессов, которые... Так, как вы нас обрадуете, хоть одним километром построены где-нибудь трассы, это и на трассе? Нет, естественно, нет, сейчас этот процесс идет. Пока мы вам говорим только то, что построено в Марьиной Горке. Там, как Афесту, будет продемонстрирована еще трасса абсолютно нового, скажем, уже такого нового класса, нового поколения. Что идет в развитии, то, что не было предусмотрено изначально. А к адресным проектам, не раз и не два уже об этом говорили, это сложнейший процесс. И эти процессы идут сейчас в уголках и частях мира. Вот, и сейчас мы можем о вещах только рассказывать, только то, что касается именно фонда Skyway Capital, и запускаем какие мы остальное. Друзья, это закрытая информация. И открывать и говорить уже инициатор проекта Skyway, это инженер, до вас доводить, и до вас, соответственно, как партнеров и как инвесторов, создавать перспективу тех инвестиций, которые мы с вами сделали, и тех инвестиций, которые ситуации, исходя из тех, капитализация интеллектуальной собственности, из адресных проектов. Друзья, мы должны с вами понимать одно, что не о том, что завтра упадет манна небесная, и завтра обязательства Skyway в 10 раз дороже, чем мы купили, в 100 раз, в 1000, или как тут недавно одни деньги, в 3 доллара, по 5 долларов. Друзья, этого не может сказать сейчас никто. Раз, и второе, понимать, пока не будут запущены проекты, пока они не начнут приносить, никаких дивидендов, ни о какой продаже, ни о какой, соответственно, приносит. Мы с вами инвестируем и работаем в венчурном проекте, задача которого реализировать интеллектуальную собственность, которую инженер Юницкий создавал десятилетиями, и проекты мы начинаем это реализовывать. Никаких других, друзья, вопросов быть не может. Платформа, как мы говорили, криптоплатформа, это дополнительный инструмент, должен войти в новое сообщество и привлечь дополнительные инвестиции для проекта Skyway. Когда, друзья, это будет происходить, когда это будет сделать, это покажет время, соответственно, мы с вами также будем свидетелем, будет пользоваться этими инструментами. Ну, друзья, давайте я сейчас передаю, он как участник всех этих событий, как участник всех переговоров, как всегда, на те события, которые происходят. Вот, поэтому сейчас я передаю, как всегда, в конце могу и ответить наиболее встречающиеся вопросы, которые можете писать в чат, там, подведу небольшой итог по тому времени, которые у нас состоит в личной встрече 4 августа на Экофесте в Мариной Горке. Алексей, тебе слово. Я сейчас попробую. Коллеги, здравствуйте, напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Благодарю, Сергей Анатольевич. Нормально видно, слышно? Так, Андрей, напиши, пожалуйста. Или чат, как я понимаю, сейчас не работает. Ну, я думаю, что нормально все видно, слышно. Да, друзья, действительно, как бы, уже фактически неделю мы находимся непосредственно в командировках. То есть, у Сергея Анатольевича командировка сейчас продолжается. То есть, он сейчас находится, если не ошибаюсь, в Болгарии, на переговорах очередных. Я, собственно, вернулся буквально сегодня тоже с поездок и хотел бы обрисовать вообще, что происходило, свои эмоции положительные, описать, что я увидел, что я прочувствовал. Потому что вначале, перед поездкой на переговоры в пригороде Милана, то есть, непосредственно с аэропорта, сразу мы поехали в отель, там проводили вторая дня переговоров. Да, Сергей Анатольевич, видимо, случайно включился. И, соответственно, вначале были дискуссии и взаимодействия с нашими партнерами, с головной компанией непосредственно по криптонаправлению. Я могу сказать, что сейчас уже констатировать факт, что заниматься, продолжать заниматься криптонаправлением именно в рамках подготовки платформы, не платформы, это будет, это покажет время, будет непосредственно головная компания с поддержкой наших партнеров арабско-индусских. И, соответственно, это сделано именно с той подачей, с той позиции, так как сейчас нельзя допустить никаких промашек именно в плане и на менталитет, потому что в том числе и на восточный мир, это будет и на азиатский мир подаваться в плане маркетинга. И, друзья, все-таки мы готовили инструмент для адресных проектов. Здесь же достаточно серьезная стратегическая задача для того, чтобы через блокчейн показать, как Skyway будет увязываться с другими зелеными технологиями, но в данном случае это, соответственно, солнечная энергетика и так далее. То есть, эту задачу, естественно, мы не ставили перед собой, потому что и так комплексная задача достаточно и стояла, и стоит. То есть, это оцифровывание трассы, для этого был сделан симулятор, то есть, в GitHub можете посмотреть, кто имеет доступ, кто разбирается в программировании. Я думаю, что настанет время, и если это понадобится, мы продемонстрируем этот симулятор, потому что многие просто не поймут, там коды бегут, транзакции выполняются, но сообщество, так скажем, те, кто действительно в этом разбираются, они понимают, что было сделано. И, соответственно, вот такая стратегическая, общая, мировая, я бы сказал, задача, она сейчас будет выполняться силами головной компании и наших, фактически, наверное, сейчас под ними из тех партнеров, на которых возлагаются огромнейшие надежды. Разглашать, так скажем, имена и так далее, то есть, мы не имеем права, потому что это достаточно закрытая информация, то есть, когда вы увидите на видео этих партнеров, и если головная компания сделает, соответственно, репортажи, видео репортажи, потому что были очень серьезные делегации, я это все вживую видел, и очень серьезные обсуждения, очень серьезные решения, уже, так скажем, с того мира, где мы говорили, что все, опять же, повторюсь, на очень серьезном уровне в плане поддержки не то, что чиновников, а высших правителей именно восточного мира. Соответственно, эти делегации переместились уже непосредственно и на территорию Минской области. Но кто приезжал, зачем приезжал, это, соответственно, уже нельзя повторять тех, не то, что ошибок, это в любом случае опыт, но помните, когда в Индии возникали такие ситуации, что Анатолий Эдуардович, партнеры приходили на переговоры, и на столе у министра транспорта уже лежала газета с очернением проекта Skyway и с подготовленной атакой на проект Skyway. Поэтому, так скажем, большие потенциальные инвестиции любят тишину. Я немножко перефразирую фразу, что деньги любят тишину, потому что, действительно, это очень серьезные переговоры. Они были проведены успешно. Об этом, когда посчитает нужным, именно в плане разглашения данной информации, сообщит именно пресс-отдел головной компании, лично Анатолий Эдуардович Юницкий, сейчас мы не имеем права говорить эту информацию, только, так скажем, свои эмоции. Но если переходить к эмоциям, друзья, то, что я увидел на производстве, сердце и душа радуются. Тут я могу сказать абсолютно открыто, абсолютно честно, что я давненько уже не был на производстве, на экотехнопарк мне попасть не удалось, потому что были переговоры непосредственно в КБ с партнерами для выстраивания дальнейшей стратегии. Но то, что я увидел на производстве, это превзошло все мои ожидания, потому что настолько объемная работа проделывается, и действительно то, что позиционируется, что уже многие сотни, по-все говорить больше, тысяча подвижных составов, возможно, к серийному производству, тысяча, не тысячи, чтобы потом вдруг нас не тянули за язык, это действительно все реализовано. И вопрос в масштабировании производства, вопрос в закупке новых станков ЧПУ. Но, соответственно, Александр Викторович Сынкевич абсолютно доволен результатом, и работа выстроена настолько, фактически, наверное, каждый знает, чем занимается, и неизменно во всех важных пунктах, местах непосредственно производственных площадок стоит календарь под. Потому что, в первую очередь, сейчас нужно следовать срокам, и, так скажем, правильное слово от наших партнеров вовремя «deliver», то есть, именно выдавать готовый продукт. И, возможно, кому-то будет казаться, что делается не то, что ожидали они лично. Я могу сказать про высокоскоростной состав. То есть, когда я увидел вживую высокоскоростной модуль, который будет представлен на «Инотранс», друзья, это то, что завоюет рынок, на мой взгляд, очень быстро. И начнется это именно с маломестного подвижного состава и логика транспорта в том, сейчас, который мы продвигаем, состоит, что мы не конкурируем, друзья, с железными дорогами, мы не конкурируем с «Сименс», а мы, соответственно, создаем на втором уровне транспорт, который является в первую очередь личным. Мы создаем транспортные гаджеты, о чем мы неоднократно говорили, потому что в том обилии новейших подвижных составов, которые никто еще никогда не видел, и я был просто поражен, потому что Unibike отдыхает. Это действительно первое поколение таких мобильных персональных пространств, как мы их оклассифицировали с Сергеем Анатольевичем. То есть туда фактически, наверное, все услуги могут войти и все положительные моменты, которые сейчас используются в смартфонах. То есть вот этот подвижной состав, если по Unibike были еще вопросы, как укомплектовать тот, как это, и все-таки Unibike больше похож и по аэродинамике, и по форме, как мы раньше говорили, на рыбу, на карася, но дизайнер-создатель Unibike немножко обижалась на это сравнение. И по форме вы можете увидеть, что он походит на многие пассажирские дроны, на концепты, которые уже появляются, в том числе в Арабских Эмиратах. И, друзья, то, что я увидел, я не видел этого нигде в мире. То есть то, что происходит и производится, уже спроектировано и создается уже, так скажем, в пластике, в железе, в сложнейших системах автоматизированного управления, с помощью использования профессиональнейших, современнейших станков ЧПУ, и работа не останавливается ни на секунду. Действительно, как бы, работники выполняют свои функции день и ночь. То есть это очень сжатые сроки, мы о них помним, которые стояли перед инотранцем, в прошлом, когда мы представили сжатые, в кратчайшие сроки Unibike и Unibus, то есть первые версии. Я искренне верю и могу только понадеяться, потому что факт покажет, но что-то мне подсказывает, что факт покажет реальность, что мы увидим действительно перспективнейшую модель высокоскоростного транспорта, в которую можно будет сесть, посмотреть. И, соответственно, это заменит, на мой взгляд, просто очень быстро, когда начнет развиваться сеть Transnet, сеть адресных проектов на основе технологий Skyway, различные суперджеты и подобные скоростные перемещения, которые сейчас использует человечество. Потому что мы видим, насколько пагубно для комфорта перемещение людей, для именно экономии каждого пользователя транспорта, сколько неудобных вещей создается. Я думаю, что все знают такого лоукостера, это взято на самом деле с модели, Ryanair и BIS, если не ошибаюсь, европейские лоукостеры, самолеты, авиаперевозчики. И победа, соответственно, нас вообще позиционирует, я видел, что разработки уже происходят, стоячие места в самолете, друзья, стоячие места в самолете это сложно себе представить по удобству, по комфорту, но производители вынуждены на это идти, для того, чтобы максимально оптимизироваться и максимально делать доступными тарифы. Потому что, да, когда предоставляются скидки до 1000 рублей, а сейчас даже по 500 рублей, вынуждены производители, именно по авиатехнике, авиаперевозчики лоукостеры, идти на такие меры дискомфорта, для меня это действительно дискомфорт, когда нельзя с собой пронести портплет, как можно все засовывать в чемодан, все мнется, соответственно, но это вынужденные меры, для того, чтобы оптимизировать затраты, экономить топливо, и, соответственно, предоставлять более выгодные, стоимостные условия перевозки для каждого пассажира-пользователя. Тогда этим транспортом пользуются больше, и возникает такая вот иллюзия мгновенного перемещения, но, друзья, не сравните абсолютно, потому что я спрашивал, задавал вопросы нашим партнерам, как ощущение от перемещения по провисающей путевой структуре уже на Юнибусе, на Юникаре, соответственно, они говорят, что такого комфорта они не испытывали никогда абсолютно. Что сравнивать с самолетом, друзья? Ну, я думаю, что Юни-Лед 500-600 км в час, то есть, как мы позиционируем, потенциально и заметно среднемагистральной авиации, это абсолютно возможно. И никому не нравится, друзья, и в самолетах перемещаться, как сардины в бочке, даже не в консервной банке, а в бочке целой с сардинами, и болтаться там. Никому не нравятся эти огромные самолеты, потому что комфорта они не добавляют. И лучше будут перемещаться 6-7 местные подвижные составы, и уже по потребностям рынка будут добавляться места, как и произошло на самом деле и с Юнибусом, и появился Юникар уже сейчас на испытаниях. То есть, это потребности рынка. Но началось все с минимального, но максимально комфортной перевозки пассажиров, когда мы даже на полувытянутой руки на расстоянии не будем доставлять какого-то дисбаланса, дискомфорта, входить в зону комфорта, находящегося рядом человека, и как-то отвлекать его, смущать. То есть, мы создаем комфортный, безопасный, экологичный способ перемещения. Ну и так как, повторюсь, увязано на именно первичной такой глобальной стратегии с текущими альтернативными источниками энергии, как солнечная энергетика, потому что крупнейшие производители сейчас поддерживают технологию Skyway. Эту систему, именно реализацию подобной модели размещения, подобной платформы, которой и мы с вами будем потом пользоваться, этим сейчас будет заниматься головная компания и, соответственно, наши потенциальные стратегические партнеры. Это, я повторюсь, очень мощные игроки сегодняшнего и экономического, и, возможно, и политического мира. И вы все это увидите и услышите уже от освещений головной компании. Ну а мы со стороны Skyway Capital, я думаю, что вы все заметили, что Transnet.io сейчас он не показывает ту информацию, которую раньше показывал, потому что мы не можем сейчас позиционировать платформу, потому что, во-первых, и платформа сейчас не будет запускаться, то есть вначале будут запускаться адресные проекты. И, во-вторых, дабы, так скажем, абсолютно поддерживая и абсолютно понимая развитие и планы наших арабско-индустских партнеров, то есть потенциальных стратегических инвесторов, это направление полностью передается им. И, соответственно, с запасом, я могу сказать, в ближайший месяц мы увидим уже, я на самом деле не уверен, увидим ли мы все как краудинвестинг, но материалы определенные будут подготовлены для такого глобального крипто-размещения либо создания крипто-платформы мирового уровня, мирового масштаба. Но мы, как Skyway Capital, друзья, мы договорились с членами правления уже организовывать движение по адресным проектам, потому что этого невозможно сейчас не делать, потому что мы не можем поставить все на красное либо на черное и именно складывать яйца в одну корзину. Сейчас множество проектов уже за этот месяц было инициировано с подачи блокчейн-направления, крипто-направления. Мы рассказывали вам про поездку в Бургас, когда уже с чиновниками мы общались и они были абсолютно воодушевлены моделью размещения токена, как именно билет, будущий токен на будущую услугу. Сейчас тема прорабатывается с нашими лихтенштейнскими коллегами, юристами и среди обилия всех достаточно компетентных, профессиональных и стремящихся именно создать что-то новое непосредственно на европейском пространстве, если быть точным, на границе фактически Швейцария, Италия. Вот эти все люди имеют отношение к возможному первому проекту в Сан-Бернандино. Почему я говорю возможному? Потому что, друзья, сейчас действительно начинается такая гонка, какой проект будет первым, и здесь вы видите делегацию, и наши венгерские партнеры, инициаторы адресного проекта, и наши юристы здесь также лихтенштейнские, вы можете увидеть на этой фотографии, и руководители коммунны, то есть, это, если переводить на русский язык, уже как область и непосредственно города, непосредственно самого Сан-Бернандино, мэр, то есть, это уникальнейший человек, обладающий, на мой взгляд, огромнейшей проницательностью, и понимающий технологию юницкого буквально с полуслова уже с первых встреч, и, соответственно, вы видите уже спереди улыбающийся такой уже человек в профессиональном масштабе, в возрасте, можно сказать, это человек, который мог пессимистично отнестись к технологии, но он абсолютно поддерживает, и я думаю, что видно по улыбке, люди бы не стали фотографироваться, мы называем эту фотографию именно такой уже судьбоносной фотографии, которая историческая, и может войти в историю, и войдет в историю, и, соответственно, с этого может уже начинаться конкретный адресный проект. Ну и, соответственно, то, что мы сделали, друзья, то есть, симулятор, блокчейн-симуляция для выхода уже на реальную трассу, как раз-таки мэрия, коммуна, и руководство Бургаса видят перспективу, видят будущее в экономике размещения токена, токен, как именно будущее, отложенная услуга, в данном случае, это пассажироперевозка, это может быть и грузоперевозка, это может быть и более расширенная экономика, но даже такая узкая экономика заинтересовывает и Бургас, и Сан-Бернандино, возле которых проходит автобан, трасса, по которой перемещаются фактически, не соврать, чтобы еженедельно, это Юрос, наш партнер, который прорабатывает этот адресный проект и готовит всю информацию, более точно можно сказать, но 2,5 миллиона автомобилей, вы представьте даже если в одном автомобиле по одному человеку, это потенциальные пользователи этого проекта и видя красоты Альп, видя то, что это находится недалеко от озера Кома, то есть я там находился на переговорах с потенциальными инвесторами и увидел все эти красоты, на самом деле это может сформироваться такой глобальный спортивно-туристический кластер, который перерастает уже в связку между деревнями и далее уходит уже на связь, на коммуникацию с Миланом, с Италией непосредственно, но естественно таких глобальных вещей мы стараемся не говорить уже на заседании, на съезде уже по проекту в Сан-Бернандино в котором я повторюсь участвовали и юридические представители и финансовые и политические представители скажите мне вообще блокчейн размещение потенциальное где такая поддержка со всех сторон и типичных адвайсеров крипто направления не будет абсолютно никакого труда к нам присоединить потому что много людей будут воодушевлены этой идеей тем более кейтинговую часть уже будет предусматриваться определенный бюджет ну и самое интересное что наши партнеры которые готовы выкупать землю уже при подписании соглашения с головной компанией лично с Анатолием Эдуардовичем юнит они готовы нести и такую серьезную часть маркетинговых затрат мы знаем что крипторазмещение при уже созданной технологии то есть симуляция это я считаю прорыв вообще в транспортной индустрии и благо что это в первую очередь было создано для Skyway потому что плохо если бы это создали допустим в Airloop в Hyperloop энтузиасты криптоэнтузиасты и как-то уже начали модифицировать свою экономику токена которой у них сейчас нет абсолютно у нас же это есть мы знаем как двигаться в каком направлении и друзья когда в Бургасе нам чиновники говорят что да потенциально у нас 60-70 тысяч пользователей и они так или иначе будут пользоваться билетами так или иначе они будут заинтересованы в этом размещении так как они будут с огромной скидкой покупать те билеты которые они и так бы покупали посуществляя ежедневные покупки обычного билета уже за обычную стоимость без дисконта естественно когда им будут говорить что вы сможете использовать либо в реальной жизни либо потом в специальный пул этот сбрасывать программный пул и у вас будут уже другие пользователи либо туристы мы не забываем что Бургас это все-таки Болгария это также туристический регион выкупать эти билеты и вы уже будете также еще и получать некую заинтересованность дополнительную ну и что говорить по комбинации вообще реального и именно крипто направления то что в финансовом аспекте ну наверное Лихтенштейн даже обходит сейчас мировые такие крипто столицы мы посмотрим понаблюдаем за Мальтой более того на Мальте у нас есть проект это как раз проект от в том числе партнеров которые предлагали нам горнодобывающие проекты именно в модели в логике крипторазмещения в Аргентине в Чили и на Мальте также очень интересный проект связки двух островов там буквально несколько километров но стратегически важная связка потому что этот поток будет направляться соответственно и в виде туристов и в виде посетителей в том числе казино то есть какое направление будет у проектов Skyway как и глобальное так и локальное друзья я могу сказать одно что оно будет разное и оно будет для разных целевых групп и для разных целевых адресных проектов ну и соответственно какую-то часть целевых адресных проектов уже по той тропе которую проложил в том числе и Андрей Федорович Ховратов инициируя потенциальные адресные проекты и делая авант проекты непосредственно в логике традиционного финансового инструмента мы уже будем применять уже крипто юридический финансовый инструмент и самое главное юристы наши настолько воодушевелились технологии Skyway что хотят действительно и спрашивали когда Экофест когда лучше как лучше взять билеты в республику Беларусь они хотят посетить ну и что говорить наши маркетологи тоже которые потенциально одни из тех кто будет готовить это размещение тоже воодушевлены а те кто не воодушевлен сейчас просто не работают в команде потому что такие люди не смогут создать продукт для проекта Skyway и я могу сказать друзья если говорить лично про себя у меня был выбор наверное перед которым многие крипто энтузиасты которые делают платформу сталкиваются когда попытаться охватить все и создать платформу для всего бизнеса но друзья наше убеждение то что платформа создается для бизнеса который сейчас не существует но он будет развиваться стремительно и очень быстро по всему миру намного быстрее чем это сделал интернет поэтому для всего бизнеса четко спозиционировали с кем-то пожестче разошлись с кем-то в мирных отношениях касались кто дел симулятор в том числе блокчейн это молодой парень Санкт-Петербурга действительно настоящий бриллиант программирования который воодушевлен технологией Skyway в плане оцифровывания раз и соответственно мы можем сказать что действительно механизм так или иначе был сделан и сейчас вопрос в том что для стратегической задачи определения технологии Skyway именно в совокупности с другой зеленой технологией или другими зелеными технологиями этот симулятор сейчас является такой локальной задачей для оцифровывания трасс чтобы создать новое решение технологическое решение понадобится не один год этого времени у нас друзья просто нет поэтому маркетинговую юридическую финансовую пиар упаковку и создание именно красивого образа вот этого размещения в мировом масштабе это все сейчас находится в руках непосредственно головной компании и в руках наших одних из стратегических главных партнеров потому что у них есть специалисты у них есть мирового масштаба маркетологи и соответственно на результат который будет сделан мы все с вами я думаю что посмотрим всегда буду говорить фразы до воплощения этого факта в действительность возможно потенциально теоретически то есть я я думаю что вы заметили всегда повторяю такие фразы когда есть некий венчур есть некий риск и про платформу мы также говорили поэтому ни цента сторонних инвестиций мы не привлекали от сообщества и не имели права этого делать это можно сказать именно криптоэнтузиазм и уже определенные такие я бы сказал немалые серьезные затраты непосредственно группы это я Сергей Анатольевич еще инвесторы именно которые решили пойти на этот венчур локально и естественно головная компания в лице Анатолия Эдуардовича Юницкого потому что Анатолий Эдуардович тоже видел в этом механизм и когда наши партнеры с огромнейшим мировым опытом развернули этот корабль сказали что нужно делать не так а нужно делать по другому соответственно мы не можем спорить с этим опытом поэтому сейчас сайт Транснет Айо он не запускается он приостановлен и будет запущен если будет запущен при согласовании с головной компанией при подписании определенных соглашений по адресным проектам при проработке авант проекта уже непосредственно проект адрес первый для размещения сайт появится именно при выполнении всех этих фактов на предварительная работа она уже проделана мы готовы подать в юрисдикции Лихтенштейна финансовую регулятору определенные необходимые документы он даст заключение этот токен который воспринимается как доступ к инструментарию проекта либо этот токен который можно приравнивать как ценные бумаги соответственно процессы выхода на биржи и так далее то есть они различные будем с нетерпением ждать вердикта от финансового регулятора но друзья я могу сказать что без подписания соглашения меморандума о сотрудничестве мы по проектам двигаться не сможем и искренне надеемся что в плане дополнительной и финансовой подушки и дополнительно стратегической подушки мы найдем совместно с инициаторами адресных проектов быстрый контакт без каких-либо бюрократических задержек бюрократическое тут даже не подходит слово есть четкое понимание что сейчас все департаменты зао струнные технологии загружены по максимуму если головная компания найдет время чтобы соответственно эти процессы также параллельно запустить наше убеждение как член управления это необходимо сделать потому что друзья мы с вами проходили уже многое мы с вами проходили и Литву мы с вами проходили и республику Беларусь когда сначала выделение определенной территории потом часть уже промедления и когда появляются партнеры когда появляются уже потенциальные инвесторы уже соответственно поезд уходит и естественно Юницкий вынужден максимально гибким подстраивающимся условиям мировой действительности друзья я не побоюсь этого слова потому что тот проект который мы с вами делаем это сложный проект это действительно комплексный проект и что бесспорно и Панатолий Эдуардович это может подтвердить и мы как члены правления все подтверждаем было создано главное была создана научная школа в недрах зао струнные технологии неважно в какой стране будет масштабироваться на адресный проект на производство на реализацию каких-то тестовых участков научная школа Костяк она у нас уже есть и не случайно даже уже в конце декабря старейший Московский транспортный университет институт подписали соглашение о том чтобы внедрять технологию Skyway как именно предметы обучения для будущих студентов потому что все понимают что эта технология так или иначе будет востребована как сейчас востребована профессия летчика инженера проектировщика и так далее и тому подобное то есть появляется новая индустрия появляется новая сфера и появляется новая капитализация мировой экономики мы наблюдаем и наблюдаем мы создали инструмент для реализации локальных целевых адресных проектов и друзья самое интересное начнется когда вы сможете в этих размещениях уже и об этих размещениях и рассказывать другим вашим потенциальным партнерам и будет уже складываться логика что за счет адресных проектов выполняя заказы по закупу в рамках уже более 700 людей работает в зао струнные технологии в рамках полной оптимизации затрат полного соблюдения сроков и соответственно максимальной экономии уже будет ускоряться значительно даже при отсутствии возможно стратегических инвесторов направление скоростной трассы уже когда подвижной состав будет перемещаться из тех новых направлений которые меня лично глубоко поразили я очень впечатлен повторюсь посещением производства потому что то что я видел я мог представить только во сне это уже происходит наиву и то что когда-то стив джобс придумал смартфон которым пользуется сейчас весь мир Анатолий Эдуардович придумал транспортный гайдер который на мой взгляд будет пользоваться будет использовать весь мир и это фраза Сергея Анатольевича которую неоднократно он повторял что будут перемещаться десятки миллионов уже не юнибайков а чего-то нового чего я не могу сказать но как утверждает головная компания вы увидите это что-то что вызвало во мне полнейший вау эффект уже на экофесте и это не может не радовать ну а мы друзья как члены правления будем готовить дополнительные стратегии дополнительные меры развития адресных проектов помимо направления восточного мира азиатского пространства потому что про Европу нельзя забывать особенно когда есть проекты где уже выделены те участки земли я даже сертификация по сути не нужна потому что все уже договорено еще раз посмотрите на улыбку вот этого действительно старейшего профессионала старейшего в хорошем смысле этого слова потому что это человек слово которого в данном кантоне значит очень многое и это не может не радовать друзья я очень доволен поездкой я очень доволен результатами то что сейчас действительно на мировом уровне будут развивать наши партнеры продолжат уже в том направлении которым они видят потому что они не видят такие узкие локальные задачи для развития именно стратегического потому что это действительно узкие задачи это так же как продумать стратегию либо охвата интернета целого континента направлять его в города села чем и будет заниматься краудинвестинг по моему убеждению в будущем и нулевое окно про которое мы говорили с начала размещения первого адресного проекта повторюсь при заключении меморандов сотрудничества и дальнейших необходимых шагов для инициаторов адресного проекта для нас как для именно команды членов правления своей капитал как только это будет выполнено вот этот локомотив этот юнилет децентрализованных адресных проектов полетит и начнется не только глобальное взаимодействие синхронизация технологий Skyway уже с существующими альтернативными технологиями для их увязывания потому что это единый рынок это единая логика спасения человечества улучшения климата и того от чего пострадают все люди но мы будем сосредотачиваться на локальных задачах потому что есть вены есть артерии ну а капилляры никто не отменял строй Skyway спасай планету и дай дорогу мир транснету Сергей Анатольевич вам слово так все пошла связь все это самое отлично ну все видите сейчас чуть поднастроился поэтому как бы после выступлений Алексея всегда оптимизм намного увеличивается вот поэтому друзья практически на все вопросы или все позиции которые сегодня есть мы вам ответили вот тут очень много задают вопросов по поводу прокомментировать выступление Андрея Хавратова фонда Skyway Invest Group по поводу что в этом году акции уже могут стоить и 3,5 долларов друзья я могу сказать что в этой жизни возможно наверное все вот в том числе и такие экономические чудеса поэтому друзья какая-то логика в этом наверное тоже есть я не буду ни опровергать ни говорить это все-таки скажем так отдельный фонд отдельный маркетинг отдельная логика привлечения вот поэтому все кто считают нужным слушайте смотрите анализируйте тем более что все это делается в рамках Академии частного инвестора и каждый должен для себя самостоятельно принимать решение участвует в том или ином венчурном проекте а наш проект друзья ни в коем случае не перестал быть венчурным потому что риски огромные те сложности которые приходится преодолевать они просто колоссальные напряжение у всей команды которая сегодня работает во всех направлениях очень высокое поэтому друзья к сожалению огромное количество факторов которые еще влияют на на проект которые могут и его остановить и помешать дальнейшему развитию но по мере того как последние 4 года идет активная работа идет развитие я думаю что все те проблемы которые встают и на сегодняшнем этапе также будет двигаться и также будет развиваться поэтому друзья еще раз приношу извинения за техническую часть то есть интернет такой какой он есть вот у нас трансляции были и в перископе и в контакте и в фейсбуке и в мирополисе поэтому я думаю что где-нибудь хорошая запись или хорошее это будет и соответственно будет что посмотреть и что сделать те кто вошли в проект в 2014 году в марте вы не сможете прокататься на юниверси ну опять же друзья логика распределения билетов или так сказать пригласительных на те кто на экофесте сможет прокатиться она и в РСВ и в Skyway инвест группы Skyway капитали будет разная вот поэтому друзья в зависимости от того где вы активно работаете где в каком соединительстве вы относитесь соответственно будет та или иная возможность естественно что все что зависит от нас чтобы зависело и было по справедливости те кто третий раз приезжает на экофест то кто является старейшим инвестором естественно что максимально мы это постараемся учесть и в нашем случае те региональные лидеры которые будут отвечать за тех кому они будут предлагать и давать возможность прыгать эти все вещи будут в обязательном в обязательном порядке все все учтено поэтому друзья давайте до следующей среды вот следующую среду надеюсь что когда экофеста останется уже 23 дня то есть видите время летит неумолимо вот и до нашей встречи и до очередного праздника skyway поэтому друзья работаем развиваем строим спасаем поэтому друзья строй skyway спасай планету все друзья до новых встреч так Мирополисе я отключил тогда друзья ВКонтакте всем привет останавливаю запись останавливаю трансляцию надеюсь что что-то там получилось так что такие огромные риски есть да друзья риски к сожалению огромные и сейчас очень серьезно включаются уже конкурентные риски то есть риски связанные с борьбой с конкурентом и политические риски когда идет уже речь о развитии целых стран регионов континентов вот обостряется борьба поэтому друзья никто эти риски не отменял и мы сразу говорили что в этом плане технологические риски то есть демонстрация технологии это самые незначительные для меня этих рисков уже давно не существует потому что я не раз и не два видел а вот все остальное развитие проекта это друзья идет впервые на такой уровень и на такие масштабы проект вышел впервые поэтому естественно все риски и все что самый трудный путь там где меньше выбирать самый трудный путь там где меньше наоборот не надо выбирать то есть надо выбирать путь где меньше всего конкурентов и где наиболее благоприятно для развития что в общем-то друзья и делается и Skyway будет развиваться именно там где его ждут где его зовут и соответственно там где это будем развивать поэтому друзья давайте с одной стороны у нас очень высокий оптимизм с другой стороны мы понимаем ответственность и проблемы которые стоят поэтому движемся несмотря ни на что движемся развиваем несмотря на те препятствия на те проблемы которые встают поэтому если сказать что все идет безоблачно и без проблем друзья это будет абсолютная неправда вот потому что идут конфликты и проблемы и внутри коллектива связанные с инженерами потому что идет притерка и создание нового Юнинский постоянно вынужден работать с конструкторами которые должны создавать новое и им постоянно давать вот эти знания идет внутри менеджмента связано с продвижением проекта потому что есть личностная конкуренция есть конкуренция групп на которой каждый работают каждый из менеджеров вот есть друзья сейчас все больше и больше обостряется политическое то есть когда проекты начинают затрагивать многие группы людей в каждой стране еще нет ни одной страны друзья чтобы мы начали развивать начали продвигать skyway и не возникли какие-либо скажем так проблемы это я даже столкнулся когда лично был в Уругвайе и вели переговоры с представителями Боливии и Парагвая то друзья я столкнулся с тем что последние 200 лет эти страны находятся просто в состоянии противостояния постоянно состояние даже физической войны и ненависти друг к другу когда идет речь о строительстве трассы через весь континент где надо будет учитывать интересы и боливаров и парагвайцев и аргентинцев то насколько противодействие даже в этом плане что мне находясь за тысячи километров это было себе даже трудно представить так же как в свое время было трудно представить что сегодня трасса которая может пройти через Украину и связать многие регионы так же сегодня с политической точки зрения является трудно реализуемой поэтому друзья много-много проблем которые идут развиваются но это друзья как раз ни в коем случае не аргумент что Skyway остановится что трансмент не будет развиваться что адресные проекты не будут двигаться есть очень много сегодня действительно вместе мы сила и технологии Technology Unites это один из наших основных сегодня лозунгов о том что технологии объединяет что есть много точек где вот такие как Сан-Бердонидо и такие как Мальта где сейчас активно развиваются проекты еще очень много мест где сегодня ждут где сегодня хотят где есть возможность строить поэтому будем делать там где будет складываться вся инфраструктура для того чтобы проект продвигался мы такие точки ищем мы такие соответственно направления и проекты запускаем и друзья их будут сначала единицы как сегодня стоит на старте первые первые адресные проекты потом их будут десятки потом тысячи поэтому друзья это так же естественный процесс как и развитие любого человека организма что сначала юность потом уже взрослый возраст там зрелость поэтому друзья мы так же к этому идем и так же будем это активно продвигать и делать поэтому друзья всего доброго до встречи до дальнейшего где мы будем с Алексеем в следующую среду сейчас сказать непредсказуемо вот поэтому может быть я буду здесь в своем рабочем офисе это не дом может быть будем в Минске может быть будем в Перегеорхе в одном из адресных проектов это друзья сегодня настолько идет динамично продвигается что это сейчас непредсказуемо поэтому надеюсь что у нас всегда будет возможность включаться доносить до вас новости вносить до вас скажем так ту атмосферу которая сегодня идет в проекте Skyway у нас в фонде Skyway Capital поэтому мы сегодня все осознаем что мы на старте нового этапа что следующая наша задача это запуск и реализация адресных проектов поэтому мы к этому готовы мы к этому подходили для этого друзья мы создавали технологию которую сегодня можно продемонстрировать и которая готова к запуску адресных проектов поэтому друзья пришел новый этап новое время и я думаю что мы очень скажем так вместе достойно встретим этот этап будем его развивать и будем запускать адресные проекты которые будут собственно капитализировать технологии все друзья до новых встреч строй Skyway спасай планету на дорогу на дороге на дороге